добро пожаловать на канал hard reset info это устройство риме 7 pro ребята он только появился на европейском рынке уже у нас уже распаковываем его для вас итак телефон риме 7 pro я ведь уже подготовился потому что на прошлом видео немножко короче у нас эксклюзив за эксклюзивом только что распаковали два устройства которые только что появились на нашем рынке только что я их распаковал и это было круто и теперь мне есть чем сравнивать у нас телефон который в теории должен стать ультра топом за свои деньги телефон который базируется на процессоре snapdragon 720g с 8 нанометровым техпроцессом и который при этом стоит всего триста шестьдесят девять баксов это что-то с чем-то на ребята этот телефон у нас работает естественно на android 10 у него своя юай real me юай и что очень характерно так это то что у него память встроенная и 128 гиговая ufc 2 и 1 ну могли уже поставить 3 ну могли ну но не поставили зажали и так ребята у нас как всегда чехол real me поставили и поставили хороший который опять-таки видно заходит на углы экрана ладно мы к этому дойдем у нас здесь самое интересное телефон вот в такой вот пленочке он у нас поставлялся кстати очень интересно выглядит и пас что-то мне это не нравится давайте посмотрим что у нас тут как мы его открываем все я понял мы его открываем вот так вот мы его вытаскиваем странная схема но за эту штуку я тянуть не буду потому что ее порву и потом будет не прикольно так он уже включить включаться начал как вы видите итак у нас началось включение устройства мы его пока что поставим на полочку и посмотрим что у нас дальше ребят у нас здесь есть еще что-то у нас здесь есть невероятно толстый кабель вообще один из самых толстых кабелей для уж для телефона из которых я вообще в своей жизни видел и это абсолютно не зря потому что у нас еще большая зарядка самая огромная зарядка которую я видел в своей жизни боже эта зарядка для телефона ох смотрите смотрите вот она стоит рядом со смартфоном она как пол телефона это не зря потому что эта зарядка 650 ватт на 65 ватт до этой зарядкой можно макбук заряжать ноутбук просто если у вас поддерживает зарядку sbc вы можете ею заряжать ноутбук со сто процентной вероятностью вы его будете заряжать быстро ребята 50 процентов за 12 минут за 30 минут 100 это вообще вы видели такое в своей жизни держали в руках я уверен что не знаю кстати я думаю что не держали но ни в чем не уверен вообще знаю что ничего не знаю ну и и еще у нас здесь вот такая скрепочка для того чтобы открывать слов эти выглядит очень симпатично очень интересно это все очень интересно но мы на этом не закончили потому что про приходит время для того чтобы посмотреть что же это за устройство ребят боже он выглядит прекрасно это матовая крышка у меня слабость есть я очень сильно люблю матовые крышки вот я раньше любил из этой е очень сильно за ты их такая компания еще когда iphone не выпустили матовая телефон с матовыми крышками за ты и выпускали я любил очень сильно стекло матовое сзади это было очень круто iphone выпустили и наконец-то начали все выпускать задники матовыми смотрите здесь есть две полоски одна по-другому преломляет свет и вторая толстая часть получается она преломляет свет совершенно иным образом как вы видите и из-за этого у нас получается такой прикольный очень красивый узор у нас здесь есть три основных модуля ну точнее один основной модуль по сути единственный конечно же он 64 мегапиксельный 26 миллиметров и 8 мегапиксельный ультраширокий модуль но стандартный самый обычный на 119 градусов должны на 120 2 мегапиксельный матор макро и 2 мегапиксельный модуль измерения глубины резкости то есть 64 822 все просто такс ну и спереди у нас целых 32 мегапиксельная камера которая должна быть действительно неплохой но ничего мы с вами это еще проверим и проверим это с вами мы еще не один раз а пока что давайте будем проводить первоначально настройку устройством а затем продолжим что с ребят мы его уже настроили и это очень хорошо что у нас по телефон давать так самое главное у нас здесь bluetooth 5 1 а 2 депи естественно поддерживает и ле тоже это очень хорошо вайфай 802 точка одиннадцатый эй биджи n и си все поддерживает дуал бенды вайфай директ ход споты это самый настоящий 802 не 801 учтите 802 так про bluetooth я уже сказал по сути это великолепный телефон он мне кажется самый сбалансированный который можно только найти на сегодняшний день из всех устройств по соотношению цена-качество мне кажется именно это телефон является топ за свои деньги объясню немножко почему смотрите если мы сейчас с вами перейдем в приложение настройки и зайдем в пункт экран яркость у нас здесь будет очень что-то интересно так секундочку это же увидеть если эта функция у нас да у нас есть я почему-то его сразу не увидел у нас есть виртуальный эффект ойзи что такое смотрите у нас здесь как понять ну в принципе это логично у нас супер амолед экран 66 в 64 дюйма он у нас не 90 герцовый и не 120 герцовый у нас обычно 60 60 герцовый экран с разрешением 1080 на 2400 соотношение сторон 20 к 9 конечно же 411 ppi это понятно у нас корнин горилла глаз 3 плюс на этом экране да и ребят тут никто не говорит кроме самого рилме что здесь у нас экран поддерживает 16 миллионов цветов что в принципе обычно для обычного человека нормально но если вы включите визуальный эффект ойзи я не знаю зачем они эту штуку придумывали показывают тесты что при включении виртуального эффекта ойзи ваш экран отображает больше цветов на целых 2 миллиона эта функция обязана быть включена то есть она теоретически не для этого служит но на практике когда эта функция включена у вас на 2 миллиона больше цветов чем в теории было изначально то что у нас экран покрыт корнин горилла глаз 3 плюс принципе ничего не скажешь есть уже 6 горилла и телефоны ею покрыты поэтому в принципе ну ну не знаю что сказать как бы redmi 9 он тоже корнин горилла глаз 3 не 3 плюс внутри этим покрыт поэтому ничего не могу сказать ни хорошего ни плохого по этому поводу ну такое ну типа ради чего это сделали не знаю зачем мы за это платим тоже понятия не имею мне кажется обычно колено стекло было бы ну не колено обычно защищенное стекло было бы гораздо лучше у нас как я и говорил они немножко пожмотились и установили ufc 2 и 1 вместо ufc 3 но это хороший си 2 и 1 потому что тариуме они ставят хорошую память действительно качественно свои телефоны абсолютно всегда и здесь они точно не подкачали я это понял сразу по скорости первоначальной настройки устройства 6 гигабайт lp dtr 4 памяти не 5 к сожалению но также есть версия тоже 128 и с 8 гигабайтами памяти оперативно тоже кстати lp dtr 4 по сути из интересного наверное все то что конечно зарядка 65 ватт на это срывает крышу тут ничего не скажешь 4500 миллиампер часов это маловато но в принципе неплохо в тестах этот телефон как заявляют тестировщики которые уже успели протестировать в antutu набирал во всяком случае в antutu это было видно я вчера проверял он набрал 278 тысяч очков 278 400 практически с половиной а в гигбенче практически 2000 там 1850 вроде было до 1850 точно вот и это такие цифры действительно хорошие для бюджетного телефона это нереально крутые цифры давайте посмотрим давайте пробуем скачать что меня очень сильно интересует так это нормально и все здесь с экраном потому что экран здесь ну скажем так выглядит хорошо и по ощущениям тоже хорошие хорошая четкость в плане хорошая скорость реакции но на деле сейчас мы его проверим потому что это приложение лучше всего проверяет как хорошо как быстро реагирует ваш телефон вернее ваш экран на нажатие это очень важный параметр отлично открываем так открываем как видите телефон вообще него не лагает ему хоть бы но он быстро скачал достаточно быстро потому что мог бы и быстрее скачать с 800 вайфаем если была бы память другого формата но неважно они на память сэкономили сами пусть подавится своей экономии лучше бы корни за корни гориллу глаз бы не платили а память поставили третьего поколения и так смотрим экран сразу говорю чувствительный это очень хорошо это плюс устройство ну реально смотреть реально очень хороший экран вообще нет никаких нареканий во первых палец хорошо скользит по покрытию хоть это и защитная пленка между прочим и плюс он в защитной пленке обратите на это внимание и он очень чувствительный это невероятно хорошо это огромный плюс риме в прошлых своих телефонах они в этом немножко ошиблись потому что риме c11 риме c5 риме 6 риме 6 про у всех была проблема с экраном в плане с реакцией на нажатие то есть немножко нажимал и совсем чуть-чуть было 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 вот такое вот различие я боже был бы была такая задержка она она постоянно чувствовалось это немножко раздражало сейчас этого вообще абсолютно не чувствуется и это великолепно телефон как вы видите резкий он спокойно вышел ему вообще ничего не является для него нагрузкой по жизни потому что это хороший телефон тут про него в принципе больше много чего не скажешь и так давайте кое-что с вами проверим во первых если смысл в нашем макро модуля и во вторых мы проверим есть ли смысл в 32 мегапиксельной камере фронтальной проверяем первое по ходу я ее протру давайте я протру потому что мне кажется что-то не так в принципе ничего не поменялось но я знаю в чем дело тут защитная пленка и она неправильно отсвечивает свет кстати это проблема когда сразу клею защитную пленку она может сразу сделать такое немножко неправильное впечатление смотрите если я сейчас лампу переверну ну совершенно другое дело посмотрите на меня сейчас посмотрите на то как хорошо он справился с камерой мной куда просто лупить сейчас свет и задним фоном а сейчас я просто вам ради ради прикола ради примера покажу как с этим справляется huawei my 20 pro мой основной телефон которым я пользуюсь радует у меня каждый день все кроме фронталки смотрите как справится он вы видите эти серые это просто 50 тенков серого и меня на нормальной камере на нормальном телефоне а смотрите если убрать меня huawei улетает вдаль real me просто молодец он справился такс в плане фронтальной камеры на сохран шо конечно же подробно тест будет в плейлисте на нашем канале вы заходите обязательно смотрите а сейчас мы кое-что с вами проверим я поставлю свой чехол ну ведь не свой телефон в чехле помощь динозаврика поставлю еще даже так сделаем будет будет динозаврик и тут пусть будет дух это его зовут куба и так что мы с вами сейчас сделаем мы сейчас с вами проверим одну кстати экран не сильно яркий мы сейчас с вами проверим одну интересную штуку мы с вами сделаем обычный снимок снимок на широкоугольный модуль как мне это сделать объясните я могу как нормально переключиться вот широкоугольный модуль снимок в режиме 40 36 мегапикселей как него включить я могу сделать снимок в разрешении в котором предоставляется мне теоретически компании возможность кнопка громкости фото одним касанием вводя на знак видео кстати не могу поменять это очень странно это дико странно но я не могу поменять хорошо возможно здесь будет отдельный режим так а вот 64 может просить не не 36 а 64 мегапикселей вот здесь был отдельно выведен режим фотографируем картинку в режиме 64 мегапикселей отлично это немножко продлилось и теперь попробуем использовать наш макро модуль скажем тогда он тут должен быть куда свой режим чтобы потом не сказали что это не для этого используется съемка по отпечатку что это что значит о чем когда дотронуться до отпечатка тут нет никого отпечатка о чем идет речь я не понимаю нет ну серьезно потом разберусь это мне очень дико нравится хорошо давайте посмотрим еще у нас эксперты так понимаю нет у нас возможности они здесь ультра макро и теперь попробуем в режиме ультра макро сфотографировать некоторые элементы итак фотографируем ультра макро так надо отойти подальше ультра макро фотографируем чехол ультра макро фотографируем духа ультра макро фотографируем динозавра и теперь смотрим смотрите это самый нестандартный тест который вы в своей жизни наверное видели может кто-то скажет что он не объективен но я вам скажу что нет вы абсолютно не правы этот тест не то что объективен он еще и правильно смотреть если мы сейчас перейдем в самое начало то что мы увидим я сделал снимок на обычный мод итак смотрим на детализацию смотрим на все у нас свет постоянно статичен у нас видна структура текстура чехла немножечко замылилась но это и не странно она и не должна быть сильно четкой в плане этот модуль не для того создан смотрим на динозаврика динозаврик если честно немножечко поплыл видите у него с головой что-то не так но он больше сфокусировался на экране наверное в этом дело посмотрите он пиксели все увидел на экране а вот динозаврика нет и с дужком с дужком то же самое вот наш широкоугольный модуль да да все правильно это наш ширик ширик конечно же вообще никаких деталей не вытянул потому что ну принципе это ширик он и задний фон не сильно хорошо обработал и все но в общем так как для широкоугольного модуля это великолепная фотография за ширик действительно лайк потому что ширик не реально хороший хороший теперь со 64 мегапикселя смотрим мыла 64 мегапикселя сняла мыло но я все-таки поберегу свои слова все-таки не мыло он просто не на том сфокусировался давайте попробуем переснять именно 64 мегапиксельным модулем потому что мне за него лично просто обидно я уверен что он способен на больше давайте поможем немного светом я уверен что ты способен на больше брать и теперь смотрим вот теперь смотрим что получилось если сейчас получилось опять мыло это беспонтовый модуль который не умеет работать нормально если же у нас получилось то что получилось то в принципе все у нас не так плохо даже весьма хорошо правда конечно олень ушел в отрыв как вы видите у него рога поплыли по какой-то причине просто пикселями ушли в небо и да но посмотрим на то что у нас получилось с макро модулем и да в этом случае макро модуль действительно имеет смысл это радует то что обычно знаете если фотографируешь 64 мегапикселями либо 48 мегапиксельной камерой то она будет все равно при приближении лучше чем макро но не в этом случае то есть 64 мегапиксельный модуль хорош но макро отрабатывает все таки лучше макро съемку что неудивительно и действительно хорошо потому что это не маркетинговая уловка у нас есть еще эй ай мод вернее ну то есть это было а это обычно либо же про мод тут вы можете себя подкрутить это очень круто real me за это очень сильно люблю вы за и из-за возможности которую они дают подкручивать подделывать что-то ну это действительно круто и великолепно просто что что же ребят я думаю что буду с вами прощаться действительно крутой великолепный телефон который если вы хотели бы покупать вы не пожалеете об его покупке это один из самых крутых телефонов и будущих в будущем в ближайшем конечно же покой самых покупаем один самых покупаемых смартфонов даже во времена кризиса который на сегодняшний наступил но ничего страшного я уверен что мы скоро все отсюда выберемся а телефон и такие будем покупать еще больше чем по и раньше потому что телефон ну реально хорошие не понимаю что с ним не так у него хороший экран у него хорошая батарея у него floor хорошее хороший заряд к у него хороший процессор у него все хорошее это сбалансированный телефон это топ за свои деньги не сэкономлено в этом на жесткой не на чем абсолютно это идеальный телефон покупайте кстати да если вдруг у вас возникнут вопросы по поводу то вообще по поводу всего если хоть какой-либо вопрос возникнет задавайте в комментариях наш канал существует по большей мере для распаковок а для того чтобы помогать людям справляться с проблемами с мобильными гаджетами все поможем сбросить все поможем найти до скорых встреч до свидания субтитры сделал DimaTorzok